Друзья мои, всем привет! В этом видео я вам сделаю обзор двух обалденных люков, которые находятся сейчас за моей спиной. Они находятся под плиткой. Это два специальных люка скрытого монтажа, которые предназначены для плитки. Заказывались покупатели специально для этого проекта, потому что другие люки, другие варианты здесь были невозможны. Поэтому я установил эти два люка специально для этого проекта. Обязательно смотрите это видео, и я уверяю вас, это будет интересно и вам обязательно пригодится в будущем. Сегодня я вам покажу новый люк скрытого монтажа фирмы Demetro. Нажимной, и открывается он вот так вот. То есть нет у нас никаких двойных поворотов, просто одним нажателем он у нас открывается как дверца. и закрывается точно так же. С этой стороны у меня тоже установлен еще один люк фирмы Demetro. Размер этого люка 60 на 80. Тоже под плитку. То есть вот здесь вот он у меня счетчики. Особенность данного люка заключается в том, что когда монтируете этот люк, нужно точно подгонять плитку под край люка. иначе, когда он открывается, получается, что задняя часть плитки заходит вовнутрь. Вот так вот. Если в предыдущих люках, которые я монтировал, можно было устанавливать люк и открыть плитку как попало, то в этом особенность нужно всегда учитывать вот этот край. То, чтобы он совпадал точно с краем люка. Иначе, если он будет больше, он просто у вас не сможет открыться. Люк довольно-таки прикольный. Прикольный. В монтаже тоже несложный. А вот эти вот ребра жесткости я установил специально, потому что люк большой и он прогибается. Ну, вот эта вот полтора миллиметровая железка, она вообще ничего не дает. Поэтому я здесь вот установил 2х2 алюминиевые профиля. Две штуки для усиления, чтобы лючок мой не прогибался. С этой стороны то же самое. Также я делал специально подвесы и туда вешал плитку, противовес для того, чтобы сразу дверь у меня села в нужное положение и после монтажа плитки приклеивание дверь у меня не играло. Таким вот образом, в общем, два люка скрытого монтажа. Еще сложность заключалась в том, что нужно было эти два люка подогнать таким образом, чтобы плитка, шов у нас был одинаковый и был точно посередине. То есть нужно было учитывать размер этой плитки и размер этой плитки. Плитка у меня шириной 70 см. Люк у меня 60 на 80, напоминаю. Если брать 70 на 80, то это было ожидание около двух недель и до месяца, поэтому ждать не стал и взял по наличию, что было. Но, с одной стороны, это неправильно, потому что вот в этом месте два примыкания двух профилей было бы тоже не очень удобно, не было бы ребра жесткости. Поэтому 60 см с этой стороны, 60 см с этой стороны и нам дало 20 см по центру. Сейчас тут еще этот момент немножко нужно будет обыграть, то есть сделать его покрасивее, замазать, зашпаклевать, чтобы вот этого зеленого фона гипсокартона не было. Так, обратите внимание, в этом месте у меня еще находится шкафчик. Шкафчик я специально делал под бойлер. Вон там сзади у меня бойлер. Размер данного шкафчика тоже 60 см. По размеру получается люка, по размеру бойлера. И вот тут еще у меня нарисовались дополнительные полочки, которые можно будет использовать в хозяйстве для хранения всевозможных мелочей хозяйственных. И вон там вот под бойлером находится вся сантехника. Кран на бойлер, кран на стиральную машину и розетка на стиральную машину и для бойлера. А стиральная машина находится у меня под бойлером. Стиральную машину мы аккуратно вместили в стену. Каким образом это все произошло, я думаю, расскажу вам чуть позже в другом видео. Но пока вот видите, что стиральная машина есть в стиральной стене. То есть возможность впихнуть стиральную машину представилась тут. И подняли мы ее еще на 40 см. Как раз удобно, чтобы не нагибаясь, закидывать белье и также белье оттуда доставать. И вот тоже положить сюда порошок тоже было очень удобно. Так, и люк никоим образом, в общем, нам не мешает стиральная машина. Здесь где-то сантиметр-полтора зазор остался. Ну, для того, чтобы была там вентиляция, то есть все возможные, чтобы воздух, пыль, чтобы оттуда выходила. Так, и вот аккуратно, в общем, эта стиральная машина у нас тут встала. Так, начал с люков, закончил стиральной машиной. Ладно, ничего страшного. Главное, я вам рассказал суть, ту, которую хотел вам донести. Это люк скрытого монтажа Деметра. Этот объект прикольный, поэтому я по нему сделаю видео, обзор данного проекта, так что обязательно посмотрите, с чего все началось и к чему мы пришли. Здесь была полная перепланировка, сделали дополнительные ниши, пространство. Ну, в общем, не буду забегать слишком далеко вперед, поэтому смотрите это видео про обзор данной комнаты. на этом у меня пока все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok